Ну вот сейчас мы находимся в ситуации самоизоляции, и как ни странно, это очень такое время неплохое для того, чтобы не торопясь обдумать какие-то очень сущностные вещи, касающиеся образования. И с этой точки зрения я очень рада тому, что появился по инициативе двух Александров, Александра Григорьевича Осмолова и Александра Изотовича Адамского, такой проект, инициатива «Стандарт 4.0», потому что эта инициатива позволяет еще раз подумать, а вот что лежит за технической стороной стандарта. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что стандарт – это то, что объединяет разных учеников нашей большой страны, то, что объединяет преподавание разных учителей, то, что объединяет администрацию разных образовательных учреждений. Ну, как бы стандарт – это действительно какой-то минимум такой всеобщий. Но, с другой стороны, очень важно, что «а как он появляется?». Вот если мы на что-то претендуем, как на то, что общее, для очень-очень разных людей, то, конечно, никакое волевое начало, когда один министр или группа профессиональных экспертов решает, что вот так надо. И в этом смысле, вот философски это всегда интересно. У меня математическое образование базовое. И мы в математике даже обсуждали, что всегда, что есть единица. С одной стороны, ты единицу можешь задать как аксиматически, но вот что-то такое целое, неделимое. А с другой стороны, мы можем понимать, что единица – это то целое, что уже собирает очень много разного. И вот мне кажется, что в стандарте ровно вот эта ситуация, что когда мы задаем что-то единое для очень многих разных родителей, детей, учителей в образовании, мы можем задать это сразу как нечто целое, незыблемое, которое обязательно для всех. И в этом плане, какое бы оно замечательное ни было, это всегда будет авторитарное начало. Ну и про это вот мне очень нравится, потому что у русского народа вообще очень много есть таких поговорок, смыслов, которые очень метафоричны, очень тонко. И вот когда начали обсуждать, что какой-нибудь авторитарный, ну такое авторитарное начало говорит о том, что ну это же надо, это же всем надо, то родилась очень меткая такая поговорка, которую я люблю обсуждать со своими магистрантами, называется «догнать и причинить добро». Вот как бы я уверена, что это добро, поэтому я каждого догоняю и причиняю это добро. Вот что можно поставить в противовес? Противовес мне как раз кажется и можно поставить то, что совершенно замечательно в этом проекте инициативы как раз обозначено, что можно попытаться создать некий консенсус, какое-то согласование очень разных профессиональных позиций. И несмотря на то, что действительно это могут быть даже кардинально разные позиции, но что-то, что их объединяет, все равно что-то объединяет, потому что это разные люди, но которые выбрали все-таки образование. То есть на основе им было важно заниматься образованием, а не чем-то другим. Хотя выбор профессиональный, выбор культурный очень многообразный в жизни человека, но все почему-то стянулись именно в сферу образования. И это дает надежду, что можно будет все-таки что-то согласовать, несмотря на разные точки зрения. Ну и вот с этого разворота я и хотела бы сказать, что мне важно в нашем разговоре сейчас даже больше удерживать не то, что я профессор педагогического университета городского, хотя я очень этому рада, а все-таки именно вот ту позицию, что я возглавляю большое уже на сегодня профессиональное тьютерское сообщество нашей страны. Потому что несмотря на то, что мы молодое сообщество, и до сих пор в разных педагогических дискуссиях кто-то первый раз слышит, кто такой тьютер и чем он отличается от учителя и воспитателя. И я понимаю, что у нас страна большая, что в этом плане сколько мы не говорим, сколько мы не показываем роликов. И сейчас вот у нас городской педагогический университет 4 ролика просто выпустил под названием «100 минут о тьютерстве», 4 мои лекции, просто в свободном доступе в интернете. Все равно очень многие люди так и не понимают, кто такие тьютеры, потому что это только начинается. Но с другой стороны, исторически это начинается, а если не исторически, то это имеет уже достаточно, так сказать, большую историю. У нас уже 24-я тьютерская конференция, которая каждый год. Первых тьютеров, которые начинали работать в Томской школе еврикоразвития, мы уже проводили на пенсию. Есть профессиональный стандарт тьютерской деятельности. Тьютер введен в единый квалификационный справочник профессии. То есть это прям действительно уже такое серьезное профессиональное сообщество. 11-й год магистратуры. Из магистратуры выходят люди, которые реально работают тьютерами в сфере образования. И вот это вот все, о чем я сказала, позволяет нам ощущать себя как действительно такой уже не случайный элемент сферы современного образования. И как тьютеры мы можем уже удерживать какую-то особую профессиональную позицию по отношению к профессиональному образовательному стандарту, который будет разрабатываться. Потому что по профстандарту тьютерской деятельности мы относимся к урупненным стандартам воспитания. И тьютер это педагог, который сопровождает индивидуальный образовательный маршрут. И в этом смысле, говоря об индивидуальном образовательном маршруте, об индивидуальной образовательной программе или учебной программе, есть тонкие уже такие профессиональные развлечения. Но для нас важно, что так или иначе тьютер это такой особый педагог, который владеет специальными инструментами, техниками, способами, форматами, чтобы сопровождать индивидуальную образовательную программу ребенка. И вот сейчас, как бы ситуация самоизоляции, как раз многие родители поняли актуальность этого. Вот когда они остались один на один с детьми, и когда надо все время поддерживать интерес ребенка, сопровождать его какие-то образовательные интересы. Вот сейчас все как раз поняли, как важно, что в педагогике есть такая особая позиция тьютера, которая может это делать. Вот исходя и удерживая вот этот как раз профессиональный фокус особого тьютерского взгляда, я бы сказала так, я хотела бы отнестись к некоторым предложениям, которые уже звучат в нашем экспертном сообществе, потому что я ничего как бы нового принципиально не скажу, поскольку это не первый разговор. И мы уже несколько лет как бы в нашем экспертном сообществе постоянно обсуждаем то, что не получилось в предыдущем стандарте, то, что было не очень уквачено в стандарте 2004-2009 годов. И вот, собственно, исходя из этого, я просто обострила бы еще какую-то фокусировку. Ну вот я для себя выделила три таких, я бы сказала, направления размышлений. Итак, направление первое, которое я немножко, может быть, уже затронула. Вот мне кажется, что самая действительно дискуссионная линия, и здесь я согласна с Александром Зотовичем, потому что он тоже об этом говорит, это линия о том, что в законе об образовании написано, что должно быть создано единое образовательное пространство. И вот очень многие понимают прямолинейно, что единое, ну вот как я вам говорю, то, что единица в математике, это значит то, что должно быть написано, и все должны вот прям этим овладевать. Сказано, что все должны знать таблицу умножения. Все, все хочем таблицу умножения. С другой стороны, есть действительно более гуманитарный, более современный взгляд на то, что единое, да, это целостность, но эта целостность складывается в конце и складывается из разных траекторий освоения этой целостности. И вот здесь, для тьютерского взгляда уже начинается возможность, что, а ведь нам не сказано в законе, как создается это единое образовательное пространство. И поэтому, кроме прямого, такого прямолинейного формирующего хода, может быть ход о том, что это может складываться за счет разных вариативных программ. И вот здесь уже тогда, причем понимая, что разные родители, разные социальные и культурные страты, разные дети, просто дети даже физиологически разные, поэтому они могут идти разными путями, но потом в итоге складывание единого образовательного пространства. Таким образом, закон не нарушается, действительно, складывается единое образовательное пространство, но как оно складывается, сама траектория складывания этого пространства, она может быть разной. И вот здесь возникает потрясающая возможность для размышления о том, а как складывается это единое, потому что почему оно должно быть привязано к годам. И здесь мы опираемся, кстати, на большой культурный уже опыт международный, потому что, например, есть многие школы, которые вообще не вводят разделение на первый, второй, третий, четвертый класс. Дети учатся, каждый ребенок понимает, что он не второгодник, что нет такого, что он не освоил программу. Он движется в своем темпе, он движется в сопровождении учителя, ассистента учителя, потому что во многих таких школах работают два человека на классе. И он движется в своем темпе, он осваивает. И в этом плане единое пространство, например, складывается к концу начальной школы, но оно складывается без разделения на года, без разделения на четверти, на узкие недельные самостоятельные работы, по которым надо отчитываться. И в этом плане движение идет, но образовательная программа у каждого своя. Поэтому вот как бы первое мое размышление о том, что когда мы говорим о таком, казалось бы, очень жестком, очень определенном понятии единое образовательное пространство, то возникает уже, я бы сказала так, исследовательский, научный, гуманитарный вопрос, как получается это единство. И вот мой ответ на то, как бы мои размышления о том, что единство может складываться из разнообразия, из разных программ может получаться это единство. И я думаю, что все, кто имеют даже техническое образование, ну а уж тем более математическое образование, они поймут меня, потому что мы очень много единых и аксиматических вещей начинаем складывать, ну так сказать, из того, что возникает как разное. Ну и заканчивать можно крылатой фразой о том, что нам казалось, что атом не делим, а мы выяснили, что, так сказать, и атом тоже делим, так же, как и молекулы и так далее. Значит, вторая моя линия размышлений тогда возникает, что если мы ставим вот на это многообразие, значит, мы ставим на многообразие движения ребенка, мы ставим на многообразие способов сопровождения. Ну то есть все, что является очень важным, кстати, и значимым даже по стандарту тьютерской деятельности для профессионального тьютерского сообщества, но здесь я уже как-то говорила об этом в каких-то дискуссиях, что мне кажется, что не надо быть всем тьютерами, но то, что тьютерская компетентность сейчас претендует на базовую, мне кажется, даже вот ситуация такого дистанционного образования, в который попала вся наша страна, она просто нам это реально доказала, что когда-то, так же, как мы понимали, что психологическая компетентность это одна из очень важных компетентностей в работе современного учителя, вот сейчас, мне кажется, каждый учитель нашей страны так или иначе, так сказать, смог понять, что тьютерская компетентность тоже становится одной из ведущих компетентностей в его работе. Именно поддержка, фиксация детского интереса и сопровождение образовательной программы значит, каждого ребенка, потому что мы сейчас понимаем уже, что действительно, когда у вас дети все в разных домах, в разных местах, вы не можете их одним способом учить, вы вынуждены подцеплять интерес каждого ребенка и как-то его сопровождать. А вот как его делать, в каких форматах, как это может быть связано с возрастом, вот это мы и попадаем в ситуацию собственного тьютерской кухни. Таким образом, вторая линия размышления все-таки связана с тем, а как тогда мы можем сопровождать вот это вариативное, индивидуальное движение каждого ребенка, какие мы можем подбирать инструменты и способы. Но вот мне кажется, что стандарт не должен это прописывать. Если мы претендуем на то, что стандарт задает, но какой-то минимум того общего, что нерушимо должно выполняться, то не надо его уже опускать или поднимать на уровень разнообразных методик, способов, потому что вот здесь и должна включаться дидактика и методика. Потому что должен быть набор инструментов у педагога. Педагог должен иметь право сам подбирать эти документы, так сказать, эти инструменты. При этом вот этот консенсус, о котором мы говорим, он должен возникать консенсус на уровне каждой школы. Поэтому подбирая инструменты по сопровождению индивидуальной образовательной программы, и, кстати, здесь мы вспомним опыт Александра Наумовича Тубельского, который еще в советское время вводил возможность для старшеклассников задавать индивидуальный учебный план, который, ну, так сказать, подписывали и утверждали с одной стороны классный руководитель, с другой стороны сам ученик, а с третьей стороны его родители. Поэтому такие опыты у нас, как бы, даже в нашей отечественной педагогической практике были. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, что в стандарт должна быть обязательно введена какая-то фраза смысловая о том, что индивидуальная образовательная программа и вообще программа обучения каждого ребенка, она должна включать в себя часть, как бы, общую и часть вариативную. При этом обязательно надо ввести в стандарт вот эту обязанность появления и, так сказать, подтверждения вариативной части. Потому что если стандарт касается только общей части, то тогда нет вот этой обязательной установки на вариативность. И тогда во многих школах, особенно вот я встречалась с лицеями, с гимназиями, что там возникает такая большая часть, которая является общей для всех детей, что места для вариативности даже не остается. Согласитесь со мной, если вы должны каждый день выполнять очень много заданий, если у вас идет каждый день самостоятельность, тотальный контроль, отчет, то когда вообще ребенку отдельно еще читать то, что ему интересно, когда ему исследовать то, что он хочет исследовать, на это просто не остается времени. Поэтому вот мне кажется, что в стандарте обязательно должно быть смыслово закреплено, что программа, вообще современная образовательная программа обучения каждого ребенка должна включать в себя общую часть и вариативную. И мне очень тоже важно, что все, что я говорю, это не голос выпиющего в пустыне. По крайней мере, мы очень много, так сказать, с разными экспертами дискутируя приходим к этому выводу. И вот в частности, я помню, что и Лена Ленская, и Ирина Абанкина, ну то есть очень много экспертов, я не могу сейчас всех перечислять, но они все поддерживали эту идею, что обязательно должно быть закреплено как общая, так и вариативная часть стандартов. И, наконец, третье, о чем мне тоже кажется очень важно сказать, и может быть эта вещь как раз такая, даже менее обсуждаемая в нашем экспертном сообществе, и она более дискуссионная. Поэтому, кстати, заканчивая свое такое размышление общее, то я знаю просто это правило такое философско-методологическое, что нельзя заканчивать, так сказать, ответами, а надо заканчивать каким-то вопросом, который будет дальше будоражить. Вот я хочу закончить третью линию своего размышления как раз таким вопросом, который бы нас будоражил. Значит, вроде бы мы все договорились, и все понимают, почему мы перешли, сделали этот шаг на компетентности. И теперь компетентность и подход у нас и в школьном образовании, и в вузовском образовании. Более того, идет такая мощная разработка компетентностей, но в частности вот группа совместно высшей школы экономики нашего Московского городского педуниверситета, еще других экспертов, предложила ход на универсальные компетентности. Значит, это компетентность мышления, компетентность взаимодействия друг с другом, ну и с миром, и взаимодействия с собой. Но для нас, например, в нашем рабочем пространстве, мы все-таки двигаемся с англоязычными терминами, которые уже приняты, и в этом плане, но все равно, если ты пишешь международную статью, ты не можешь не замечать того, как говорит мир. Поэтому о мир говорит у нас на языке hard skills и soft skills, как бы жесткие компетентности и мягкие компетентности. В этом плане наше тьюторское сообщество сейчас осмысленное. Мы уже сделали несколько статей, в том числе и международную, где мы вводим третью группу компетентностей, причем не сбоку ее вводим, а прям как равноценную. Это компетентность self-skills, но можно сказать, что это как раз взаимодействие с самим собой, но я бы сказала, что это даже не только взаимодействие, но это еще и понимание самого себя, это еще и забота о себе, в смысле Мишеля Фуко. Ну то есть это такой действительно разворот self-компетентности, как культура вообще человека, понимание собственных приоритетов. Потому что когда мы говорим о мягких компетентностях, то мы в основном все-таки говорим о взаимодействии в группе, о понимании мира, о работе в команде. Это все очень важно. Но точно так же важно отдельное выделение группы self-skills, потому что сейчас пока все это как бы относится к мягким компетентностям, это получается очень большая разнородная группа. Так вот, когда мы сейчас начинаем, значит, очень так активно разрабатывать вот эти мягкие компетентности или даже разведенные компетентности, как мы их понимаем в тьюторском сообществе, значит, вот эти soft skills, мягкие, которые связаны с социализацией человека и self-skills, которые связаны с культурой понимания самого себя, то мы как бы начинаем сейчас все глубже понимать, почему вдруг, ну не вдруг, это, конечно, но почему часть исследователей на Западе стала меньше говорить о компетентностях, а стала больше говорить о грамотностях, о литерасе. И вот я вначале не могла, переводя даже статьи, вот с английского языка, я не могла ухватить, а в чем вот эта разница, почему вдруг элемент компетентности стал переходить на элемент грамотности. И здесь, конечно, я не претендую на, так сказать, всю глубину понимания, но мое просто рассмышление заключается в том, что когда мы говорим про то, что должны быть сформированы те или иные компетентности, которые для нас являются ключевыми, хоть hard skills, хоть soft skills, то от нас уходит вот эта вся сторона, которая очень важна в психологии, которая связана просто с физиологическим созреванием, которая связана с тем, что должны быть освоены какие-то элементарные умения, которые потом позволяют на следующем шаге освоить ту или иную компетентность. Потому что, например, мы говорим, вот, допустим, о коммуникативной компетентности, мы просто реально в практике стали с этим сталкиваться, мы говорим о коммуникативной компетентности, но само понятие коммуникативной компетентности, коммуникация, она предполагает, что у тебя есть какие-то элементарные навыки общения, что ты, встречаясь с человеком, понимаешь, что надо поздороваться, что ты понимаешь, что кроме того, что ты высказываешь свою точку зрения, надо уметь послушать и другую точку зрения. И это все уже не коммуникативная компетентность, это какие-то элементы базовой грамотности, которые должны быть. И если мы их проскакиваем, то у нас возникает такой, знаете, мы строим замок на песке. Потому что перескочив вот эти базовые навыки, мы, конечно, можем сколько угодно говорить о компетентностях, но они не формируются тогда. Они в каком-то редуцированном виде осваиваются, и они не становятся компетентностями. Потому что если для нас компетентность, в отличие от просто умения, связана с тем, что человек может переносить это умение, использовать его в нестандартных ситуациях, то получается иначе, что фактически мы приговариваем компетентность, а человек нам даже показывает, что у него есть это умение. Но при удобном случае, когда он оказывается в нетиповой ситуации, он никакое это мягкое, это soft skills не использует. Он знает, что надо коммуницировать с другими, но он не будет коммуницировать с другими. Он понимает, что надо, там, не знаю, значит, какой-то collaboration, а он, значит, не будет в это сотрудничество вступать и так далее. Поэтому вот этот разворот, что думая о компетентностях, надо не проскакивать. Вот этот уровень literacy, уровень, значит, вот этих базовой грамотности, оно привело к тому, что мы, например, сейчас очень серьезно начали готовить конференцию. Эта конференция будет совместно как раз с городского педуниверситета, института непрерывного образования и нашей тьютерской ассоциации, которая прям так и будет называться. Непрерывное образование в контексте идеи будущего, двоеточие, новые грамотности. Вот мы хотим понять, что если мы задаем новый уровень компетентности, вот этих мягких компетентностей, селф-компетентностей, про которые мы никогда отдельно не говорили, потому что для меня, когда мы говорили о воспитании, но воспитание связывалось с тем, что мы все равно формировали какие-то базовые элементы, для меня это не был уровень мягких компетентностей, компетентностей, так сказать, селф-компетентностей, потому что это все равно было такое формирующее начало. Ну вот то, о чем я говорила в начале своего выступления. А если мы сейчас начинаем действительно говорить о каком-то самодвижении, самообразовании, о сопровождении индивидуальной образовательной программы, а это его программа, поэтому это не то, что мы ему формируем, а это то, что мы улавливаем его инициативу, его желание, его интерес, и мы уже педагогически это сопровождаем. Вот мне кажется, что здесь вот этот поворот грамотности, компетентности, он еще не до конца осознан в нашем сообществе, но я вот слушала в записи выступления Марьяны Безруких, и мне кажется, это ровно в эту же сторону, когда она говорила, что очень серьезные исследования, которые проходили в Институте физиологии детства и подростков, ну, детей и подростков, и они показали, что все равно как бы нет на уровне вот этих элементарных каких-то навыков, что ли, кардинального изменения за 30-40-50 лет. И поэтому, например, если мы пропускаем момент читательской грамотности, если мы куда-то спешим, если ребенок не осваивает этот навык чтения, то как бы потом на каком-то уровне будем говорить о поле языковой компетентности, или мы будем говорить о компетентности мышления, у него этот навык еще недооформлен, поэтому вот здесь, мне кажется, может быть, надо сделать действительно прежде чем два шага вперед, надо еще сделать шаг назад, удерживая, конечно, и компетентностный подход, но поразмышлять и подумать про соотношение компетентности и грамотности. А почему я про это сейчас подробно долго говорю, потому что если мы в экспертном сообществе, но и в более широком сообществе, педагогическом, профессиональном, как бы действительно согласимся, что это важно, то тогда это должно быть отражено уже для меня и в стандарте 4.0. То есть не может быть только поворот на универсальные компетентности, а должен быть, конечно, еще и разговор о грамотности. И это, кстати, тоже представлено вот в этом международном докладе, о котором я говорила, который делает совместная группа. Ну вот таким образом я поделилась с вами размышления о том, что единство создается по-разному, о том, что можно сопровождать индивидуальные образовательные программы по-разному, и о том, что сопровождая индивидуальные образовательные программы, формируя какие-то определенные важные компетентности, важно не пропустить линию вот этих, как бы линию грамотности, очень важных элементарных навыков, которые потом и помогут нам в формировании компетентности. Ну что, большое спасибо. И еще раз хочу сказать, что это очень здорово, что очень разные профессиональные и экспертные педагогические группы получают реальную возможность содержательных дискуссий, очень острых, очень разных. Ну и за счет этого, наверное, мы действительно сможем построить какой-то принципиально новый продуктивный стандарт. Я всем нам желаю удачи. Продолжение следует...